всем привет с вами ted и на моем канале теперь вы можете увидеть ролики по warcraft 3 reforge собственно вот игра это последняя игра которая нужна была мне для калибровки на в 3 champions и и я отыгрывал через свою любимую стратегию где мы играем в быстрых естественно паучков и и рисуем смерть и соответственно бегаем фармим карту повышаем уровень героя собственно про мою стратегию вы можете узнать там из других роликов вот но здесь я допустил ошибку я допустил ошибку build order и из-за чего я применил очень классную и нестандартную тактику которую когда-то я видел одного из профессиональных игроков и здесь собственно я с вами поделюсь покажу интересное развитие игры у нас получилось то есть начинаем из кладбища скреп и зигурат и вот как раз первая ошибка все профессионалы скажут а где алтарь и в этом-то и косяк я случайно что-то забыл поставить алтарь поставил алтарь после зигурата таким образом билд у нас пошел немножко не по плану и вот отсюда я уже начал себе придумывать хорошо хорошо то что мы делаем дальше в принципе дальше все очень просто нам любом случае нужна одна гуля ворда лаг да вот ворда лаг пойдет добывать лес и нам нужен магазинчик но это логично потому что что за нежить без магазина вообще не знаю кто без магазина играет на эльфы иногда без магазина могут существовать или хуманы но точно не нежить нежить обожает свой затар на первом уровне этого магазина вот что тут немножко мы промотаем получается начинаем делать паучков таким образом так как герой запаздывает принципе в любом случае паучком можно начинать добивать первый кемп делаем уже зигурат и начинаем спокойно фармить мы в свою очередь попались против орды которая которая идет в таурена и хэдхантеров то есть в принципе вот этот билд он похож он похож на этот ордовский билд мы идем в дальних раньше юнитов и мы идем в кого-то ближнего героя сильного которые способен их бафать на то есть у таурена аура на скорость и у артус тоже есть что же я предпочту здесь делать заметьте заметьте такой маневр классный я решаю что я первый кемп зачищу подкоплю немножко скелетов закупки и вот здесь вот я делаю свой первый мув я беру не только жезлу некромантии но и два черепочка вот этот закуп после двух черепков ты начинаю делать своего колита или как они там называются послушники подчищаем первым же делом получаю все перчатки скорости хороший айтем на самом деле он мне нравится для первого уровня весьма сильный вот и с тремя паучками я иду в атаку на то есть вот такую стратегию именно видел не помню кто делал какой-то сильный корейский андет точно не тот у которого ник начинается на цифры там 120 по-моему да это какой-то остас олдскульный олдскульный парень и смотрите мы быстро быстро прибегаем чем занимается он он идет там что-то чистить проверяется занимаем ли мы экспант то есть он думал что возможно мы по мете начали играть в жука да со второй базой вот это нам поиграет вообще на руку на руку потому что мы просто приходим смело кидаем сюда порчу и начинаем возводить зигураты начинаем возводить зигураты и здесь начинается эпическая бойня он приходит телепортируется защищаться но у нас то есть лечение на пауков нас принципе равное количество войк достаточно мы тут на этом уровне спокойно с ним соревнуемся единственное что нам мешает конечно же это вот эти землянки в которых засели рабы по немножко и отстреливаются вот тем не менее тем не менее мы хоть и дали ему второй уровень я понимаю что мне нужно самому взять свой 2 чтобы появилась аура как только аура у нас появляется вот она у нас появляется все мы смело уже с аурой бегаем на ускорение добиваем оставшихся хэдхантеров и делается 4 зигурата прямо у него прямо у него под базой 4 зигурата он пытается в принципе убить во-первых рабочего это хорошая на план я сильно на него не обращаю внимание но рабочий да не будет строить да он отменяет не один зигурат но их-то всего 4 и он лишился всех своих войск на этом моменте он конечно же уже напрягся на начал заводить турельки сторожевые башни чтобы защищаться делает продолжает хэдхантеров но у нас зигураты три штуки достроилась тем временем я естественно с дома заказываю еще одного прислужника чтобы он бежал чинить чинить зигурата возводить новые понадобности он начинает отбиваться но мы делаем замедляющий и атакующий зигурат 3 еще достраивается и вот здесь вот он занимался неправильными делами он пытался что-то отбиваться куда-то отвлекся на секунду и смотрите я сразу же пользуюсь пользуюсь этим моментом окружая его окружая его полностью чтобы он не мог выбраться а телепорта уже нету телепорт он потратил самом начале чтобы вернуться из непозиции долечиваю паука чтобы он не мог через него пробраться и добиваем добиваем таурена получаем естественно уровень и все на этом сразу стало понятно что мы лечим уже пауков на полную у нас почти добит уже зигурат но но приходит послушник и сейчас начнет его лечить тем временем нам остается всего лишь начать давление точнее продолжить давление на базу орка и орк сражается сражается конечно как мужик отбивается лечит свои башни лечит восстанавливает их чинить своими пионами отстреливается из землянок тоже как только может батраков всех своих используют но два послушника пришло возводит еще один зигурат лечит покоцанный с тремя пауками артосом начинаем крушить крушить алтарь чтобы не появился товарен чтобы не было станок да то что под станом конечно будет больно и начинаю фокусить всеми зигуратами тоже это здание принципе вот такая вот необычная стратегия которую можно использовать потому что чаще всего чаще всего когда вы играете в этот билд где быстрые пауки и автос это обычно очень пассивный билд то есть это билд который просто продуман на то чтобы вы вначале имели несколько пауков и смело вместе с ними бегали на своей части карты и спокойно занимались своими делами но я его использовал здесь как мега агрессивный и ну это очень прикольная прикольная вариация на этот билд на самом деле противники часто не ждут что мы придем и начнем их вот так вот ломать черепками и зигуратами вот такая вот стратегия у нас за нежить в принципе враг сам был удивлен реально вот этой стратегии ему понравилось и это отличная калибровка я думаю что какой-то ранг да получу в принципе будет интересно посмотреть куда дальше придут мои стратегии за нежить вот но соперник на в конце концов понимает что он уже не может ничем отбиться и пишет gg обязательно нам пишет потом что он хочет посмотреть реплей ну и выходит посмотреть как же сделать эту стратегию ему понравилась стратегия он такой не видел надеюсь вы тоже не видели если и видела или надеюсь что вам понравилось данный ролик поэтому ребят обязательно поддержите его поставьте пальцы вверх лайки оставьте комментарий свой как вам такая стратегия и хотите ли вы еще видеть моем канале собственно игры за нежить игры может от первого лица вот а с вами был тет всем удачи и до новых встреч